Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на следующую неделю. Мы оцениваем период с 12 по 18 августа 2024 года и смотрим, что вас ожидает, каковы будет период и чем он вас порадует. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, мы с вами приступим. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Итак, Козероги, прекрасная неделя и прекрасный период. Обратите внимание, и тройка чаш, и девятка чаш, и карта мир. Но тут просто фонтан эмоций, энергия у вас бьет ключом. В особенности очень продуктивные периоды для тех, кто ищет отношения или состоит в отношениях, потому что здесь и укрепление союза, и проявление любви, и неделя физических удовольствий, потому что здесь наполнение энергиями партнера. Но и в целом по карте мир это укрепление и развитие отношений. То есть, если в простонародье, простыми словами, эта триада говорит о том, что в рамках этой недели это такая позиция быть максимально счастливым. Это даже как вам сразу призыв и рекомендация от карт. А мы будем с вами смотреть и раскрывать, о чем же говорит эта триада, и какие энергии она несет вам. Смотрим по ситуации для тех, кто у нас сейчас свободен. Здесь ложится аркан жрица, одну колоду и восьмерка жезлов. Это может быть или знакомство через интернет, или в дороге, но в любом случае эмоции здесь захлестнут через край, потому что это не обязательно знакомство с иностранцем или с иностранкой, хотя здесь ложится карта мир, но вместе с тем есть такая вероятность. В любом случае, это, знаете, энергии кипят, есть эмоциональная привязанность, есть ситуация влюбленности, и для кого-то это будут ситуации, когда вы эти отношения пока будете скрывать, не будете афишировать. Не обязательно здесь есть вариативность наличия любовных треугольников, возможно, вы просто не хотите, так сказать, афишировать этот союз. Для тех, кто находится у нас в Адельтерах, здесь ложится король мечей, аркан, который говорит за стратегию расчета и аналитику, то есть выбрать для себя союз, где вы будете максимально счастливыми. И поскольку здесь ложится тройка чаш, девятка чаш и карта мир, возможно, так как завершение цикла и ситуации, то есть определяться, с кем вы хотите остаться в отношениях. Для тех, кто в стабильных союзах, у вас поры церема нет, всё стабильно, никаких изменений кардинальных нет, потому что здесь желание разнообразить или скрасить рутину, здесь праздник, здесь классное времяпрепровождение, здесь укрепление отношений, здесь может быть совместная поездка на отдых, в отпуск или просто уикенд выходного дня, но это наполнится вниманием, любовью и заботой по отношению друг к другу. Смотрим с вами вопросы работы, бизнеса и карьеры. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Здесь по восьмерке мечей, да, у вас вы в какой-то степени связаны по рукам и ногам, но карта колесница и первая триада карт говорят о денежных переводах или финансовой помощи со стороны ваших близких. Плюс исключением является тот факт, что если вы производите какой-то товар, ну неважно, будь то это там вы делаете блокноты или записали какой-то курс по обучению, то это продукт, который вы создали ранее, а сейчас просто, скажем так, его тиражируете, продаете. То есть, как следствие, это зарабатывать на том товаре, который вы произвели ранее и получать от этого удовольствие. Если вы являетесь соискателем, то у нас туз земли — это шанс, это возможность, это однозначно ситуация трудоустройства, это новые перспективы, полнота жизни и счастье. Если вы у нас наёмный сотрудник, то по пажу жезлов — это мотивация, это интерес, это ситуация, когда вы захотите больше, вам будете стремиться к развитию, карьерному росту и даже поднимать эти вопросы с вашим руководством. Более того, для вас это будут положительные известия. Если же вы владеете собственным делом, то подвойки чаш. В положительном ключе новое бизнес-партнёрство, которое будет крайне выгодным, плодотворным, радостным, а для кого-то совместить приятность с полезным. Помимо деловых отношений может идти и построение личного союза. То есть здесь судьба вам улыбается, даёт вам полноту жизни, яркие краски, поэтому не упустите этот момент. По состоянию здоровья, опять же, и здесь, смотрите, девятка монет — это любить себя, это вкладываться в себя финансово, безусловно, в первую очередь, и в укрепление здоровья, и в профилактические процедуры, и вопросы омоложения, смены имиджа, потому что по этим картам это как не просто воспрянуть духом, это и рост самооценки, и улучшение самочувствия, вашего ощущения в целом, то есть расцвести в прямом смысле этого слова. То есть очень продуктивный для вас период. Давайте смотреть предостережение от карт. Отшельник — тройка монет и карта император. Это может быть желание осознанной изоляции, например, осознанно или выполнять работу самому, там не в коллективе, не в компании, или может быть даже выполнять ее дистанционно. Опять же, для кого-то внутренний посыл или порыв, а что, если уйти на вольный хлеба, работать на самого себя, потому что у вас здесь это получается. Ну и опять же, отшельник, тройка монет и император — это обретение света, мудрости, потому что для кого-то через совместную коммуникацию, построение бизнеса, новых идей, возможностей, вы можете построить не только деловые, но и личные связи. То есть обрести партнера или партнершу, с которым будет крепкий союз. Опять же, в плане работы — это обретение мудрого наставника. Это ситуация, когда человек делится своим жизненным и очень важным для вас опытом. И за счет этого у вас будет здесь процветание. В чем предостережение? По отшельнику, те, кто кажут, не про гафты. То есть не упустите эту возможность, эту ситуацию, потому что судьба вам дает свыше такие возможности, очень важно уметь это разглядеть. И мы оцениваем совет от карт. Девятка огня, она же девятка жезлов. Это как ситуация закрытости, дистанции, но это в большей степени касается моментов, когда вы хотите уединиться, отдохнуть, восстановиться. Если это касается вопросов здоровья, это акцент на профилактические мероприятия, по улучшению вашего самочувствия, состояния. Ну и в плане личной жизни такая закрытость по принципу счастья, любит тишину, дабы не сглазить. И сделать все для того, чтобы ваш союз, ваши отношения процветали. Давайте с вами смотреть, что здесь идет по неожиданности периода. Какова ситуация, какая цепочка событий. Так, у нас здесь ложится карта гора, карта собака и карта змея. Знаете, как говорят, не все то золото, что блестит, и не всяк тот друг, кто вхож в ваш дом. Потому что гора, собака, змея, это дистанцироваться от круга общения или ваших окружений, потому что вы можете ощущать личную неприязнь или ощущение какого-то подвоха, или в целом могли человека ловить на ситуации предательства. Поэтому карта ребенка, это карта легкости, новизны, но это ситуация, когда вы не будете раскрывать карты своим знакомым, своим окружением, потому что есть аспект недоверия. Поэтому вот такие предостережения от карт для вас выше. На самом деле, неделя, как мы видим, легкая, комфортная, счастливая, самодостаточная. Пусть так у вас все и будет. Давайте в таком случае вам закроем этот расклад. А вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту для вас отозвалась, отыгралась эта информация, какие перемены у вас произошли, ну и в целом, что нового вам раскрыли Арканы Таро. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе. Продолжение следует...